Вот стоимость на единицу услуги в рублях вот в этом месяце пришла. У одних несколько десятков, у других до несколько тысяч рублей. Жители домов 3401 и 6403 с удивлением обнаружили в своих счет квитанциях за июнь начисление за отопление. Обидно, конечно, потому что за трешку в принципе много отопления платить. А еще и летом ты ожидаешь, что там будет не 6, не 8 тысяч, а будет там 3 тысячи. А у тебя 2 тысячи только за отопление пришло летом, с условием, что кондиционер работает. Версий, почему могли снять деньги за отопление, у жильцов несколько. Одни считают, что все дело перерасчеток за декабрь, другие, что это связано с нагревом воды. По словам челнинцев, это далеко не единичный случай. С нас постоянно что-то снимают. Отопление места общественного пользования. То есть вот у нас тропы идут под полом. Это наша горячая вода. Мы за нее платим. И пока наша горячая вода идет до нас, мы за нее тоже платим, как за отопление. То есть мы отапливаем подъезд нашей горячей водой. У нас же у всех счетчики, и все подают по счетчикам. Те, кто не подает показания, им получается как-то не зачисляет отопление от того, что нету никаких показаний. Поэтому, видимо, у них далки скопились и с нас берут. В управляющей компании нам пояснили, все дело в подаче показаний счетчиков. По их словам, многие собственники, купив квартиры, длительное время не проживают и не передают показания приборов учета. В июне месяце контролем управляющей компании был проведен контрольный съем показаний счетчиков у тех собственников, которые длительное время не подавали. В результате это привело к отрицательным перерасчетам по данной услуге у этих собственников и, соответственно, к доначислению по всем собственникам. Также в управляющей компании добавили. Они надеются, что в июле эта ситуация не повторится и убедительно просят челнинцев своевременно подавать показания. С теми, кто долгое время не подавал показания приборов учета, была проведена разъяснительная работа, отмечают в управляющей компании.